Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Вы задаете как бы два вопроса. Первое вы спрашиваете, что можно еще сделать в отношениях с этим человеком. А последний ваш вопрос, это можно ли как-то на него воздействовать, на этого человека. Ну, есть несколько моментов в тексте, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, первый момент. Вот помимо всего прочего, что вы написали, то есть помимо описания поведения вашего мужчины, значит, вы пишите. Два года тянутся в отношениях с человеком нам по 35 лет. Без результата, кроме встреч, интимного характера и разговоров по дочкам рапсмехов. Вот смотрите, значит, вы начинаете свой рассказ с вот такого определения, что два года тянутся ваши отношения, значит, без какого-либо развития и так далее. Ну, это понятно, мужчине просто нам это удобно. Слабее находиться в отношениях таких, какие вот у вас с ним, и понятно, что он не будет ничего развивать сам. Ему это не нужно. Значит, вопрос, который я хочу вам задать. Как так получилось, что вы вступили в отношения с ним уже, будучи, значит, в состоянии потребности? То есть вы с ним вместе, вы приняли его отношения к себе, вы приняли тот факт, что он, ну, по сути, вам ничего, кроме таких вот отношений без обязательств не дает. Вот, вы это приняли и, по сути дела, согласились на его условия. Вот что у вас было до этого, до мужчины? Что у вас было, когда вам было, например, 30 лет, 32 года, 33 года? Что у вас было, что у вас было вот именно в этом периоде такого, что, по сути, определило то, что вы можете позволить себе вот так вот человеком себя ставить. То вы можете позволить себе вот так вот взаимодействовать с партнером, с мужчиной. Это очень важный момент. Здесь либо неудачные отношения, либо, может быть, неудачный брак. Либо какая-то совокупность потребностей, которые вы сейчас пытаетесь удовлетворить через этого мужчину. Либо родительский сценарий, который не позволяет вам ставить себя как-то иначе в отношениях с мужчиной и так далее. То есть есть какие-то основания для того, чтобы вы оказались в этой ситуации. И вот эти основания нужно рассматривать. Потому что, как вы потом поймете из моего ответа, в общем-то, ситуацию мало чем можно изменить, мало чем можно поменять. Но, первонаперво, вам нужно понять для себя, чего же вы хотите. Если хотите отношений, это одно. Если хотите семьи, ребенка, это другое. Если хотите делать человека счастливым, мужчину я имею ввиду, это третье. Если хотите сами быть счастливым в отношениях, это четвертое. Но вне зависимости от целей, разная деятельность, разная направленность деятельности, разная модель поведения. А у меня заставляется ощущение, что вы, вот по вашему тексту, вы не понимаете точно, от чего вы хотите. От себя, от мужчины, от отношений. И, в общем-то, не имея четкой позиции, не имея четкого положения в этих отношениях, вы как-то, вот, пытаетесь что-то из этого получить. Но у вас, естественно, не получается. Вот, вы пишете далее по тексту, что мужчина, значит, встречается с вами, потом пропадает, значит, так два года подряд. Вы ему первое напоминали о себе, непринужденно писали, когда было невмоготу, и мы встречались. Невмоготу – это вы имеете ввиду в плане чего невмоготу? В плане секса? В плане разговора по душам? В чем именно невмоготу какая потребность? В чем она обусловлена? Видите ли, именно ваша потребность, ваши потребности и, по сути дела, неумение удовлетворить эту потребность правильно и обуславливает все то, что с вами происходит. Значит, он не обманывал обещаниями, не кормил, то есть был с вами честен, сразу сказал, что от него ничего серьезного сдать не приходится. Потом была ссора, он сообщил, что ему надоело после встречи ощущать тяжесть, чувствовать себя потребителем и вообще у него отношения. Вы страдали. Топически вы, но почему-то знали, что это не конец. Интуитивно чувствовали, что мужчина, мужчина вами пользуется и мужчине вы нужны. Поэтому вы знали, что не конец. А вот почему страдали? Вопрос интересный. В чем суть вашего страдания? Вот вы говорите, я страдал. А почему вы страдали? Что вы потеряли? Что вы упустили? Чего вы боитесь? Какая рефлексия у этого страдания есть? Непонятно. Но именно это является самым важным. Через два с половиной месяца, после завершения тех отношений, откуда вы знаете, что он завершил те отношения, он появляется без особого напора, пару смс, потом пропал на два дня. Хватили трудных дней. Что это за трудный день у вас интересно? Я хорошо все обдумывав, написал ему, что прошу больше не беспокоить, прошу отпустить меня. Не писать, не звонить. Признаюсь в чувствах и в том, что уже как раньше легко не будет. Вон здесь вы немножечко рукавите, потому что на самом-то деле это не он вас должен отпустить, а вы его. Потому что именно вы ему напоминали о себе первое. Вот вы пишите, что, значит, продав я первое напоминала о себе. То есть это вы делали. Это вы не можете отпустить его. А вы ему пишите, что это он вас должен отпустить. Но мужчина, каждый раз, когда вы ему напоминали о себе, он чувствовал, что вы в нем нуждаетесь. И он понимает, что вы в нем нуждаетесь. А вы вместо того, чтобы отдавать себе отсчет, что это вы в нем нуждаетесь, а не он вас, и что это вы несете за себя ответственность, а не он. И с этого вы перекладываете эту самую ответственность на него. Вы говорите ему отпустить вас, хотя вам нужно отпустить его. И вот здесь, в принципе, еще один ключевой момент. Что вы перекладываете на себя, перекладываете в себя ответственность за свою жизнь на мужчин. Значит, он ответил, значит, что раз такое дело, конечно, не нужно общаться. И вы действительно решили освободиться от мыслей. Оно мне стало легко. Запомните это чувство. Постарайтесь его пропустить через себя несколько раз. Вспомните, как вам было тогда. Почему вы чувствовали себя тогда хорошо? Почему? Потому что вы были независимы. Из-за того, что вы были независимы, вам было легко. Вы были хозяйкой сам себе. А до этого и после этого вы не были и не являетесь хозяйкой сама себе. Вы не управляете своей жизнью, вы не управляете своими потребностями. Через неделю он появился в пищевые и началось все заново. Он мне сказал, что отношения ему не нужны. Но если будет человек, который станет партнером, он смогет войти в его жизнь. То есть намекает на меня. И признался, что мне он доверяет. Ну, естественно, доверие здесь, это за два года в ваших отношениях. Доверие, конечно же, безусловно, образовалось. И снова пропал. Две недели его нет. Нет желания писать. Давно прошла эйфория, легкость. Мне тяжело от того, что он не может нормально общаться и я не нужна ему. Вот здесь тоже важный момент. Вы говорите, что вам тяжело от того, что он не может нормально общаться и вы ему не нужны. Но при этом именно так ваши отношения и длились. Они так начинались. У них такой был характер. И мужчина, по сути, это дело, никак свое поведение по отношению к вам не менял. Так почему же вам тяжело? Получается, что это именно с вашей стороны что-то поменялось. Получается, что это именно с вашей стороны изменилось отношение. А легкость и эйфория были от того, что вы наконец-то противствовали, что вы получили то, что хотели. То, в чем вы настали. И вы тогда, в начале вот этих вот двух лет, не обращали внимание на все остальные нюансы. В виде, например, того, что мужчина раз в месяц вас не видит. А сейчас эйфория и легкость прошла. Новизна прошла. И вы начали испытывать тяжело. Потому что потребность, которую вы испытываете, она никуда не делается. Потому что сами вы ее удовлетворить не можете. А каждый раз, когда вы удовлетворяете ее с помощью мужчины, вам все больше и больше хочется этого от него получать. Потому что вы сами ее не удовлетворяете. Отчеты, соответственно, вам тяжело. Правда, интересно все же, чтобы вы ответили на этот вопрос. Почему вам тяжело от того, что мужчина с вами нормально не общается. Для него это нормальное общение. Для него это нормальное взаимодействие. И вы никогда не были ему больше, чем вот так вот. Далее. Значит, так надоело. Так надолго меня отставляет, если и даже не звонит. Но я знаю, что он снова появится. Что делать? Чувствую свою слабость и зависимость нет сил никаких. Так, слабость от чего? От того, что вы, по сути дела, перевесили на человека ответственность за себя. От себя у вас и слабость. То есть вы чувствуете, что ситуацией вы не управляете. Ну вот, как таковой ситуацией вы не управляете. Отсюда, естественно, и ваша слабость. Это безусловно. Значит, как только вы возьмете ответственность за свою жизнь, на себя, как только вы сделаете это, то сразу же вы удивитесь, насколько вы сделаете это. Сколько у вас появятся силы. Потому что, потому что, когда вы почувствуете, что именно от ваших сил, от ваших усилий, от ваших, значит, действий, появляется лично вас, лично вас касающийся результат, то вы тут же ощутите силу. А до тех пор, пока вы зависите от другого человека, пока, собственно говоря, ваши потребности, ваши состояния, ваше состояние благополучие, пока ваше эмоциональное состояние зависит от другого человека, понятно, что у вас слабость. Далее, значит, вы пишете о том, что у вас зависимость. Ну, зависимость всегда характеризуется двумя чертами основными. Первая черта – это идеализация человека, то есть приписывание ему тех положительных черт, которых у него нет. И второе – это четкое понимание того, с вашей стороны, что только с этим человеком вы будете счастливы. И вот этот момент, момент, что только с этим человеком вы будете счастливы. А также то, что вы его идеализируете. И является, по сути дела, основными элементами вашей зависимости. Так что данные аспекты зависимости нужно с вами в любом случае, опять же, прорабатывать, как или иначе. Как реагировать на появление? Сказать, что я занята? Нет, на самом деле, на его появление вообще никак реагировать не нужно. То есть, спичать ему не нужно, значит, что-то делать с ним тоже не нужно. Как-то вот реагировать на него вообще никак не нужно. Другое дело, что вы понимаете, опять же, момент какой. Вы, вот именно вы сами по себе реализуете ряд потребностей с этим человеком, с этим мужчиной. И здесь вам нужно понимать, что эти потребности, они вас просто так покоя не оставят. Чтобы быть независимой от этого человека, вам нужно обзорвать эти потребности и правильно их удовлетворять. И только тогда, когда вы сможете это правильно делать, вы в таком случае сможете реагировать на него правильно. себя с ним вести. И в таком случае вы перестанете быть зависимым и сможете адекватно реагировать на его появление. То есть, никак вообще. У меня трудности на работе и есть потребность поделиться с ним. Но у него нет потребности поддерживать связь. Он появится, когда у него будет хорошее настроение, ему будет удобно. Я расскажу про работу и мы прекрасно проведем время, а потом все заново. Давайте так. Почему вы считаете, что если у вас трудности на работе, например, то вам обязательно нужно поделиться с человеком? То есть, вот именно с ним. Почему вы считаете, что вам нужно делиться именно с ним? И почему вы вообще хотите делиться? Откуда у вас есть вот эта вот потребность делиться? С чем она связана? Вы делиться хотите для чего? Вы делитесь с человеком что бы что. Он, понимаете, он мужчина ваш. Ну, пусть и условный, пусть может быть и не идеальный, но мужчина. Это совсем не тот человек, который может объективно оказывать вам друг дружескую поддержку. Так почему же вы хотите именно с ним поделиться? А как же ваши друзья, например? Как же ваши подруги, например? Как же ваши родители и так далее? То есть, вот этот момент, момент вашей, я бы сказал, социальной активности, он очень важен. Потому что этот момент социальной активности, когда вы чрезмерное значение придаете вот мужчине именно в своем социальном плане. Это и делает вас тоже зависимы от него. Слишком много у него значения для вас. Слишком, 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 слишком большое оно для вас. А так быть не должно. Когда вы говорите, что я хочу поделиться с человеком своими трудностями, еще раз повторю, вам нужно иметь четкое представление о том, для чего вы хотите это делать. Это очень важный момент. Принципиально важный момент. Нуждаемость в том, чтобы поделиться с кем-либо, именно нуждаемость в этом, делает вас зависимой не только от мужчины данного, но и вообще от любых людей. Потому что вы хотите поделиться, если вы хотите поделиться, то сами вы априори справиться с проблемами своими, получается, не можете. А если вы хотите получить обратную связь, то нужно четко для себя определить, какую обратную связь вы хотите получить. Далее. Вы задаете тот самый вопрос. Может есть какие-то методы воздействия на такого мужчину? Ведь когда я его стал гнать, он не захотел уходить. И я задумываюсь, может что-то можно еще исправить. Уважаемый аноним, когда мужчина не захотел, как вы говорите, уходить, это связано не с тем, что может все это исправить. Значит, вы держите себя сейчас, к сожалению, ложкой надеждой. Потому что дело здесь не в том, что можно исправить. Поймите, вам нечего исправлять вообще. Ибо такие отношения у вас, они были изначально. Вам не исправлять нужно что-то. Вам нужно понять, что мужчина не захотел уходить, потому что, во-первых, он не воспринимал всерьез вас. Он не воспринимал всерьез то, что вы ему сказали, то, что вы сказали ему, чтобы он уходил. И впоследствии, как мы с вами убедились, у него были основания считать, что вы не серьезно как раз вот сказали ему уходить. Во-вторых, мужчине не выгодно от вас уходить, потому что, как бы, с помощью вас он получает то, что ему нужно. А именно, короче времяпровождение, там, секс и так далее, женское общество и так далее, и так далее. То есть, проблем с этим нет. И он, естественно, не хочет это терять. А вы пишите себя надеждой относительно того, что вам что-то можно исправить. Но еще раз повторю, чтобы мужское поведение поменялось, нужно в первую очередь что-то делать вам. А что нужно делать вам в первую очередь? Значит, вам нужно лишить его зоны комфорта. То есть, сделать так, чтобы он перестал получать от вас то, что он получает. Это первое. То есть, вывести его из комфортного для него положения. Как? Проявить свою собственную линию интересов. Проявить свою собственную линию взглядов. Но для этого необходимо перестать быть зависимой от него. Я хочу, чтобы вы постарались вот это понять. Чтобы вы как можно лучше данный аспект поняли. Ибо это принципиально важный момент. Это именно момент, который связан с тем, что вот вам нужны средства для того, чтобы вывести человека из его зоны комфорта. И эти средства вы можете получить только, если будете работать над собой, над своими потребностями, над своей независимостью и так далее. Далее, помимо того, помимо того, что вы будете продвигать свою линию и линию интересов, помимо этого, вам можно действовать следующим образом. Значит, вы подумайте, какая, значит, женщина нужна мужчине вашему. Подумайте, какая женщина рядом с ним его устроила бы. И одновременно, если вы хотите с ним быть, действительно, то одновременно с тем, что вы будете работать над своей независимостью, одновременно с тем, что вам нужно показать ему, что вы можете быть той женщиной, которую он хочет видеть рядом с собой. Это такая, знаете, я бы сказал, ну, такая вот, немножко продвинутая линия поведения с вашей стороны. Стрела только независимостью, это самое главное. И, собственно, определите для себя, чего вы хотите. Хотите ли вы его вернуть, например, хотите ли вы, думаю, он ушел и так далее. Но не тестий себя, пожалуйста, иллюзиями. Эти иллюзии, они вам только лишь вредят. Они лишают вас объективной картины мира, к сожалению. Вот, в принципе, то, что я, наверное, хотел вам сказать. Значит, на все вопросы вроде бы ваши ответил. Теперь дело только за вами. Как вы воспримите то, что я сказал, что вы будете с этим делать, готовы ли вы работать над собой, готовы ли вы определять свою потребностную сферу, готовы ли вы определять свою целевую сферу, готовы ли вы работать над тем, чего вы хотите вообще и так далее. А также работать над своей свободой. Без этой свободы, без личностной свободы нельзя говорить о том, что вы можете быть равноправным партнером для вообще кого-либо. То есть не только для, ну, не только для этого мужчины, а вообще, вообще для кого-либо, для кого угодно. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, я буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok